Добрый вечер, в эфире Вести Крачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Крачаева Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка ВСКФО, которое провел полпред Юрий Чайко. Он отметил, что только скоординированные действия органов власти и правопорядка позволят повысить эффективность работы в области противодействия террористическим, экстремистским проявлениям в округе. 11 машин с гуманитарной помощью сегодня отправились из Крачаева Черкесии в Донецкую республику, город Макеевку. 70 тонн воды, 1500 продуктов, продуктовых наборов, столько же гигиенических, 500 штук канцелярских принадлежностей, всего порядка 100 тонн. Список необходимых вещей составлялся с учетом потребности, а также по просьбе администрации Макеевки. Гуманитарная помощь была собрана по поручению главы Крачаева Черкесии Рашида Темрезова. Ее получат мобилизованные и сами жители. Что будет с долгами жителей Крачаева Черкесии, которые были призваны вооруженные силы России по частичной мобилизации и уже покинули республику для участия в специальной военной операции. В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов журналистам рассказали о том, в каком случае приостанавливается исполнительное производство в отношении военнослужащих. Так, чтобы получить отсрочку по всем категориям исполнительных производств, сам человек или его близкие родственники имеют право обратиться заявлением в любое структурное подразделение службы. Решение будет принято в течение суток. Исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично, если должник является участником боевых действий либо призван по призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Заявление о приостановлении исполнительного производства может быть подано в пунктах военного комиссариата. Более того, близкие родственники должника могут подать данное заявление в любом структурном подразделении. То есть, если должника уже нет на территории Карачаева-Черкесии, то за него это может сделать близкие родственники. При подаче заявления близкий родственник при посещении структурного подразделения при себе должен иметь документ, подтверждающий личность. Члены общественной палаты Карачаева-Черкесии по социальной защите, защите семьи, детей, поддержке ветеранов в рамках общественного контроля посетили пансионат общего типа для престарелых и инвалидов. Подробнее в репортаже Карачаева. Кому доверить одиноких пожилых людей, когда у них нет возможности смотреть за собой самостоятельно? Слово «дом престарелых» звучит зловеще, но на самом деле это не так. Новый пансионат для старшего поколения может развеять этот миф. Рассчитаны на 122 постояльца с двумя отделениями активного долголетия и милосердия. Некоторые граждане находятся в отделении милосердия. Они всегда нуждаются в помощи социальных работников. Новое здание оснащено всем необходимым для комфортной жизни, комплексного социального и медицинского обслуживания, психологической и социальной бытовой адаптации, организации отдыха и досуга постояльцев. Цель мониторинга данного учреждения является реализация проекта национального масштаба «Демография» и воплощенного в жизнь проекта «Старшее поколение». Я очень довольна тем, как в республике заботятся о тех людях, которые оказались без помощи и поддержки своих родных. Обстоятельства в жизни бывают разные, поэтому и люди сюда попадают, и больные, есть отделение милосердия, и активное долголетие. То есть те люди, которые являются пожилыми, и по какой-либо причине они не могут жить дома или они остались одни. Члены комиссии прошли по этажам нового здания, где пообщались с постояльцами, осмотрев все апартаменты для проживающих, а также оценили комнату отдыха, где старшее поколение может приятно провести время со сверстниками, посмотрев телевизор или сыграть в игры. Одним словом, проводить активный образ жизни. Есть большая столовая со своим индивидуальным меню. Значит, есть у нас девятый стол диабетчики, их пять человек есть, которые с панкреактитом, это самый пятый стол, отварное, паровое мы делаем тоже пять человек. Кроме этого, лежачие у нас есть, которые тяжелые, мы им еще обязательно блюда взбиваем. У них все должно быть протертое, протертые блюда даем. Некоторые люди у нас не кушают молочку. Это врачом, если запрещено, значит мы меняем. Каша немолочная у них идет, если кофе идет с молоком или какао, мы заменяем на чай. На данный момент в пансионате проживает 74 постояльца. Кто может попасть к нам в учреждение? Значит, это люди, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Инвалиды также первой и второй группы. Также в стадии разработки имеется несколько отделений дневного и временного пребывания. Для родственников пожилых граждан, которые оказались в сложной ситуации, допустим, нужно уехать в командировку или сам родственник заболел, или что-то там случилось, и могут оформить к нам своего пожилого родственника сроком до 6 месяцев. Со слов членов комиссии, мониторинг общественной палаты будет регулярным, а также старшее поколение будет иметь возможность обратной связи, точнее, телефон доверия для случаев форс-мажора. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 1,6 в горах минус 4 плюс 1, а днем 11-16 градусов тепла. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4,6, а днем 14-16 градусов тепла. Вы ее ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Около 20 торгово-остановочных комплексов будут в ближайшее время реконструированы в региональной столице. Такое решение приняли городские власти, чтобы привести в надлежащее состояние палатки, размещенные на остановках общественного транспорта. На улицах Черкеска побывал наш корреспондент Артур Мхце, чтобы выяснить, чего хотят сами жители и гости Черкеска, пользующиеся услугами перевозчиков. Чего не хватает на наших остановках? Мусорки, лавочки, например. В некоторых местах их нет просто. В некоторых остановках даже нет мусорных баков, куда можно кидать мусор. И приходится либо с собой брать, либо некоторые выкидывать на улицу. И можно сделать даже скамейки побольше. Еще 5-7 лет назад подавляющее большинство остановок общественного транспорта в Черкесске куда больше напоминали доски рекламных объявлений, чем места для посадки и высадки пассажиров. Мусор, развивающийся на ветру бумажные лохмотья, отсутствие урн, лавочек, а кое-где и навесов, создавалось ощущение то ли всеобщего безразличия, то ли невозможности изменить плачевную ситуацию. На территории города все остановки, которые переданы в пользование, исторически были переданы в пользование арендаторам на условии, что они возведут там свои торговые объекты и в виде комплексов будут их эксплуатировать, беря на себя обязательства по их санитарному содержанию, по обслуживанию этих объектов светом, лавочками. То есть всем надлежащим оборудованием, которое установлено по ГОСТам и вступает требования к остановкам общественного транспорта. В городе и его окрестностях 217 остановок. На 87 из них размещены магазины. Многие из палаток морально устарели. Крыши целого ряда конструкций выглядят пережившими атаки то ли вандалов, то ли стихийных бедствий. Постепенно городские власти все же нашли способ убедить собственников и арендаторов торгово-остановочных комплексов навести порядок в своем хозяйстве. Была проведена инвентаризация всех сооружений. Руководством мэрии принято решение о том, чтобы в первую очередь центральные улицы привести в надлежащий вид. Разработана была концепция архитектурного стиля и облика для таких объектов. Естественно, люди пошли навстречу и выполнили соответствующие работы по видоизменению этих объектов. Первыми были приведены в надлежащее состояние торгово-остановочные комплексы поликлиника и комсомолец. Под такой крышей дождь не страшен. Еще бы оборудовать новые сооружения информационными табличками с расписанием движения транспорта, да продумать, как сделать лучший обзор дорожного движения. Цены изменениям не будет. Какими должны быть остановки общественного транспорта? Ну, чтобы тепло и уютно, во-первых, чтобы ждать автобуса. У нас автобусы не так часто, особенно «семерка» вообще хромает в последнее время. А так хочется, чтобы тепло было. Вы знаете, вот, допустим, вот этот магазин обзор закрывает, автобус не видно. На мой взгляд, главное, чтобы на остановках было расписание движения транспорта. И главное, чтобы транспорт ходил по графику. В ближайшее время будут преображены около 20 подобных комплексов по проспекту Ленина, улицам Октябрьской и Ставропольской. В дальнейшем новый облик приобретут и другие торгово-остановочные сооружения Черкесска. Артур Макцей, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Поздравление с 20-летним юбилеем принимает коллектив Республиканского детско-художественно-литературного журнала «Мэммитакия» «Дуванчик», печатающегося на ногайском языке. За эти годы журнал стал любимым изданием не только детей, но и взрослых. Алла Динаева подробнее. Журнал очень любим не только среди детей, но и среди старшего поколения. Журнал читают все ногайцы, проживающие в России. Сейчас, благодаря интернету, читают журнал и за пределами России. И я считаю, что с каждым годом журнал все лучше и лучше становится, как содержание, так его и оформление. И желаю, чтобы много лет он существовал, процветал и радовал нас с каждым своим номером. Такую популярность и, главное, любовь читателя детский журнал «Мэммитакия» имеет сегодня. Издание помогает прививать любовь к родине, природе, узнавать лучшие традиции, обычаи, этнос, народное творчество. А также в журнале публикуются стихи, рисунки, рассказы детей. Этот журнал создавался при поддержке и помощи нашего многоуважаемого Джаневика Юносовича Суенова. Он поддержал, было подготовлено все документы. И на заседании Президиума Народного Собрания парламента было предито постановление. Огромное значение имеет воспитание подрастающего поколения. И имеет большое значение для развития нашей детской культуры. Основателем и первым главным редактором детского журнала «Мэммитакия» был народный поэт Карачева Черкесии Аскерби Суенович Киреев. И когда Аскерби Суенович решил идти на отдых, заслуженный отдых, он подобрал, нашел Найманова, Асана. Аскерби Киреев не ошибся в подборе его. Он, Асан Найманов, продолжает дело, начатое Аскерби Суеновичем. И по сей день журнал является одним из лучших детских журналов. С праздником! Всех поздравляю! И с 2009 года издание возглавляют журналист и поэт Асан Найманов, который всей душой предан своей работе. У меня в руках первый номер республиканского литературно-художественного журнала для детей «Мэммитакия», который вышел благодаря усилиям народного поэта Карачева Черкесской Республики Аскерби Суеновича Киреева. Хотелось бы выразить слова благодарности тем людям, которые стояли у истока в создании первого детского журнала для детей на ногайском языке Карачева Черкесской Республики. «Мэммитакия» объединяет вокруг себя творческих ребят, победителей Олимпиад и каждый год проводятся конкурсы, помогающие выявлять талантливых детей. А у команды, создающей журналы, много новых задумок и проектов. Аладинаева Светлана Кукова, Расул Бердьев. Вести Карачева Черкесия. Теперь все в одном сборнике «Еленчик Бойда» на берегу Зеленчука под таким названием «Песенник» автором, составителем которого выступила Рима Утемисова, вышел свет тиражом в тысячу экземпляров. Песня о родине, доме, семье, любви, военно-патриотические строки для детей на русском и ногайском языках вошли в сборник. В издании 69 песен, переводов, 77 авторов, всего 239 композиций. В книге собраны тексты ногайских народных песен, а также авторов из Карачао-Черкесии и других регионов России. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки».